Всем привет! Я Вика Виноградова, это канал Рецепты для Лентяев. Я этот ролик снимаю летом, в самый разгар, когда поспевают ягоды, фрукты. Все это нужно куда-то девать, перерабатывать. И поэтому у меня для вас очень ленивый, классный рецепт пирога с ягодами или фруктами. На выбор, пожалуйста. Но если вдруг вы это смотрите зимой или весной-осенью, ну, в общем, когда нету такого количества свежих ягод и фруктов, можно использовать замороженный. Тоже сгодится. Сам по себе рецепт крайне ленивый, крайне простой и еще и достаточно полезный. Вот так вот. Берем полкило творога, одно яйцо и сахар или любой другой подсластитель по вкусу. Это может быть сахарозаменитель, мед, сироп, варенье, джем, что хотите. Все перемешали. Берем лаваш. Нам понадобится два таких вот листа. Выкладываем половину творога и ягоды или фрукты. Можно свежие, как я уже сказала, можно замороженные. Если это фрукты, то, конечно же, мы их заранее нарезаем. Свернули в рулет и выкладываем форму для запекания. У меня она диаметром 26 см. Со вторым лавашом поступаем точно так же. Выкладываем творог, ягоды и все скручиваем в рулет. Тоже выкладываем форму для запекания и в виде такой вот улитки. Теперь наливаем полстакана кефира, добавляем одно яйцо и подсластитель. Все перемешали и выливаем эту смесь на лаваш. Распределяем ее равномерным слоем и даем пирогу постоять минут 15, чтобы лаваш пропитался. Пирог запекаем в духовке полчаса. Вот такой вот он получается. По желанию можно сверху полить его, например, сгущенкой, медом, сиропом. А можно оставить и так. Вот такой вот пирог я выготовила вчера вечером. Как видите, у меня уже осталось только половина. Он очень классный, нежненький. И, как я сказала, довольно полезный, потому что, ну что, здесь творог, ягоды, яйцо, кефир, лавашек. В принципе, практически все. Ну, так, чуть-чуть сгущеночки просто для сладости. Ребят, вкусно, кисленько, сладенько, классненько. Берите на вооружение. Кстати говоря, у меня на канале есть очень классная сборка сладких пирогов. Если не видели, как бы, ребятки, welcome. Ссылку на этот ролик я оставлю в описании под видео. А у меня пока на этом все. Большое спасибо, что посмотрели это видео. Всем вам хорошего настроения и пока!